Всем привет! В этом видео я расскажу о резервном копировании данных приложений Viber и WhatsApp на устройствах с Android, iOS и Windows. Многие из чатов представляют своим пользователям определенную ценность. Именно поэтому разработчикам и приложений была предусмотрена возможность создания резервной копии чата Viber и WhatsApp. Как создать и настроить резервное копирование? Смотрите далее. И заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Сообщения Viber не сохраняются и не восстанавливаются автоматически, но при необходимости вы можете сами создать их резервную копию и потом восстановить на другом устройстве. Если вы хотите сохранить копию сообщений на другом устройстве, вы можете сохранить ее в файле. Однако такая резервная копия имеет определенные ограничения. Резервную копию переписок можно создать и прочесть в текстовом виде, но ее невозможно обратно восстановить в самом приложении. А также в такие текстовые файлы не сохраняются копии отправленных файлов, фото, видео и т.д. Но сначала поговорим о резервном копировании с возможностью восстановления. В этом случае вы можете сохранить только те сообщения, которые доступны на вашем устройстве на момент создания резервной копии. При создании уже новой резервной копии все предыдущие будут удалены. Такое копирование занимает некоторое время и расходует интернет трафик, поэтому прежде рекомендуется подключиться к сети Wi-Fi. В результате вы сможете восстановить только текстовые сообщения и список подписок, а все фото и видео нужно копировать из памяти устройства. Для создания резервной копии в Viber нажмите «Еще» значок в виде трех линий, затем выберите «Настройки», «Учетная запись», «Резервное копирование» и далее «Создать резервную копию». Теперь нужно дождаться пока Viber завершит создание бэкапа ваших данных. Процесс может занять некоторое время. Прежде чем создавать резервную копию, убедитесь, что Viber имеет доступ к Google диску на данном устройстве. Если такое подключение отсутствует, нажмите на ссылку в сообщении, о Google диске и выберите учетную запись, под которую будут сохраняться данные. Еще в настройках резервного копирования можно выбрать периодичность автоматического сохранения истории сообщений. Резервную копию сообщений также можно сохранить в виде файла, который отправить на почту в виде текстового документа. Но, как говорилось ранее, с такой копией невозможно будет восстановить историю сообщений Viber, а фото и видео переписки при этом не сбережется. Для этого в настройках откройте вызовы и сообщения и нажмите отправить историю сообщений. Затем выберите, куда осуществить отправку и далее в зависимости от выбора укажите адресата или название документа в случае сохранения на диск, а затем нажмите сохранить. В результате файл будет отправлен на указанный почтовый адрес или сохранен на Google диске с указанным именем. На iPhone резервная копия создается подобным образом. Только здесь вместо Google диска вы должны быть подключены к iCloud. В тех же настройках в пункте резервное копирование нажмите создать сейчас и дождитесь пока Viber завершит копирование данных в iCloud хранилище. Для автоматического резервного копирования выберите создавать автоматически и выберите периодичность. Прежде чем приступать к созданию резервной копии проверьте ваше подключение к этому сервису. Для этого откройте настройки iPhone, выберите iCloud и выполните вход. Выберите iCloud Drive и включите его. Затем найдите Viber в списке приложений и включите доступ. Как восстановить историю сообщений Viber из резервной копии смотрите в одном из наших видео. Ссылка будет в описании. Восстановление сообщений может занять некоторое время и существенно расходовать интернет трафик, поэтому лучше будет подключиться к сети Wi-Fi. При восстановлении вам не удастся восстановить историю переписки в секретных чатах, отправленные и полученные фото и видео, настройки чатов, а также сообщения на дополнительных устройствах, привязанных к вашей учетной записи. Если вы используете Viber на компьютере и задаетесь вопросом как в таком случае сделать резервную копию сообщений, я покажу далее. А если вы еще не используете Viber на ПК и хотите узнать как его на нем установить смотрите в одном из наших видео. Ссылка будет в описании. В случае с ПК можно только создать текстовую копию переписок или заменить файл с историей чата. Вся история хранится в файле Viber.db в папке на диске C по пути C Users, имя пользователя, AppData, Roaming, Viber.PC, номер телефона. Поэтому для того, чтобы восстановить историю чата Viber, вам необходимо восстановить указанный файл. Если вы переустановили систему на вашем компьютере и нужно восстановить историю чатов или медиафайлов, воспользуйтесь программой Hetman Partition Recovery, которая вам поможет их восстановить. Как это сделать? Смотрите в нашем видео о восстановлении данных Viber. После вам нужно будет только найти файл по указанному пути и восстановить его, а затем заменить. А если вам нужно восстановить медиа данные, они находятся по пути C Users, имя пользователя, документы, Viber Downloads. С помощью данной программы вы сможете просканировать и восстановить их из этой папки. В WhatsApp резервное копирование делается автоматически. Для этого не нужно вносить никаких настроек. Но в этом случае резервные копии будут сохраняться на внутреннюю память телефона и копии старше 7 дней будут затираться. Такие резервные копии хранятся по пути WhatsApp Databases. Как восстановить данные из такой копии смотрите в одном из наших видео. Ссылка будет в описании. А вот для сохранения данных на Google Диск нужно будет внести некоторые настройки. Для этого заходим в настройки, чаты, резервная копия чата. Здесь выберите аккаунт Google Диска, периодичное создание резервной копии и как она будет загружаться на сервер. С помощью Wi-Fi или с использованием любой доступной сети. И установить отметку, нужно ли добавлять в резервную копию видео. Первое полное резервное копирование может занять некоторое время. При каждом создании резервной копии на Google Диск, используя тот же аккаунт Google, предыдущая резервная копия будет заменена. Восстановление предыдущих резервных копий из Google Диска не будет возможным. Резервное копирование сообщений WhatsApp на Apple устройствах, такое же как и на Android, только в случае облачного резервного копирования вы должны быть зарегистрированы в iCloud с Apple ID. Здесь в настройках также можете выбрать периодичность, указать аккаунт и так далее. Используя iCloud для резервного копирования, существуют некоторые требования. У вас должна быть iOS 7 или более новая. Для iOS 8 и новее, iCloud Drive должен быть включен. Проверить это можно зайдя в настройки iPhone, далее нажав на свое имя iCloud и здесь убедитесь, что он включен. Для создания резервной копии должно быть достаточно свободного места в вашем iCloud и на iPhone. Если вы беспокоитесь об использовании трафика в мобильной сети, вы можете ограничить iCloud создавать резервную копию только в сети Wi-Fi. Чтобы отключить использование iCloud в мобильной сети, в iOS 8 и новее, перейдите в настройки iPhone, сотовая связь, отключите iCloud Drive. Чтобы восстановить историю чата из резервной копии в iCloud, во-первых, убедитесь, что резервная копия истории ваших чатов действительно существует, пройдя WhatsApp, настройки, чаты, копирование. Если вы видите дату последнего резервного копирования, удалите и установите приложение WhatsApp из Apple Store. После проверки своего номера телефона, следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить историю своих чатов. Так же как и Viber, WhatsApp, вы можете отправить историю чатов по электронной почте. Для этого откройте приложение чат, которое нужно отправить по почте, нажмите «Экспорт чата», укажите почтовый адрес, для дополнительных опций нажмите «Еще». Резервная копия WhatsApp Windows 10 Mobile осуществляется тем же способом. Единственное, что при сохранении копий чатов в память телефона, резервная копия находится по пути WhatsApp WinFont Backup. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.